Привет, меня зовут Олег Чарухин, я работаю в команде Axiom GDK. Мы делаем, собственно, Java, мы на ней не пишем, мы ее разрабатываем. Это российский дистрибутив Java под названием Axiom GDK, так штука, на которой вы компилируете Java и запускаете Java. У нас будет сдвоенный доклад с моим коллегой Сашей Дроздовым. Я расскажу про некую вводную, а Саша, как настоящий безопасник, расскажет техническое мясо. Начнем. Java — это один из самых популярных до сих пор в мире языков программирования. И с годами популярность не то чтобы сильно как-то падает. И кроме того, это один из самых любимых языков программирования разработчиками. Она уступает только Python по данным исследованиям. И то, наверное, потому что на Python не пишут нейросети, а на Java это возможно, но не очень удобно. И если вы пишете на Java, то, наверное, знаете, что за последний год у нас ушло много вендоров, которые делали компоненты джировой инфраструктуры. У нас ушли оргвы IBM с их application серверами, типа там WebLogic и WebSphere. У нас ушли производители дистрибутива в Java. Ушли ребята, которые делали разные компоненты инфраструктуры, типа базовых образов для Docker и для Cuber. И все это сейчас нужно заменять на российские эквиваленты. Поэтому мы построили полный стэк джавовских технологий, которые позволяют вам запускать ваше Java-приложение в условиях текущей российской действительности. В чем, собственно, начало проблемы? Все дистрибутивы Java и наш тоже основаны на открытой кода-базе проекта OpenJDK. Это один из самых больших open source-сорсных проектов в мире. И вот там видно по скриншоту, что участников 171, но надо понимать, что за каждым из этих участников стоит компания, от имени которой, в смысле, под именем этого человека есть компания, которая коммитит в OpenJDK. То есть это не 171 человека, а 171, ну, меньше компания, ну, в общем, это тысячи людей. И все они что-то коммитят, и после этого все это нужно готовить. Потому что код на GitHub — это не готовый продукт. Его нужно оттуда выкачать, нужно наложить правильные патчи, разные организации накладывают разные. Нужно это все заделировать на компании и потом поддерживать. И когда у тебя есть настолько важная система, у тебя сразу возникают автоматически несколько видов рисков у вас, как у пользователей этой штуки. Можно сказать, что есть несколько основных целевых аудиторий. Это разработка, это инфобес, и это, собственно, сам бизнес. Если мы говорим о разработке, разработке интересно, чтобы их софт, в общем, работал. Если у тебя есть какие-то проблемы с, ну, например, с Java на Prodi или еще с чем-то open-source на Prodi, когда оно сломается, твои разработчики штатные, скорее всего, не смогут это поправить, потому что если разработчик пишет на Java, он не может поправить ядро Java, потому что ядро Java там на C++ написано. Ну и так далее. Ну и если это сломалось, то ты либо обращаешься к кому-нибудь, кто разбирается, как это чинить, либо пишешь письма с портлатон. У инфобеса есть какие-то свои собственные нюансы, все те же самые, плюс им нужно беспокоиться об обновлении безопасности в закладках и всяких сертификациях, которые, собственно, это часть работы безопасника. А для бизнеса это важно потому, что если у вас бизнес завязан на open-source софт, когда он глючит и тормозит, соответственно, у вас все процессы компании становятся дороже, и может быть бизнес вообще остановится, если это какая-нибудь там open-source на CRM, конечно. Есть много разных странных проблем, которые связаны с использованием open-source. Например, у нас люди очень верят в то, что можно пойти в интернет и скачать какой-нибудь бинар. Я, к сожалению, не могу использовать здесь примеры с какими-нибудь настоящими продуктами, потому что владелец этих продуктов тут же пойдут и подадут на меня в суд. Но представьте просто какой-нибудь совершенно легитимный продукт, например, Visual Studio Code, в котором вы пишете текст. Вы скачали VS Code? И как думаете, вот тот бинарник, который вы скачали, он соответствует GitHub? Соответствует? Нет, не соответствует, да. Более того, вы можете как-то, во-первых, это проверить, самим выкачать, собрать и проверить чек-сумы. А во-вторых, есть готовые, типа, open-source сборки VS Code, и они будут отличаться от того, что поставляет Microsoft. Но VS Code — это совершенно нормальный пример. Я не обвиняю Microsoft ни в чем. Это просто хороший пример того, что бинарник отличается от исходника. И получается, что все, что удерживает нас от пучины ужаса и хаоса, это доверие компании, которая этот бинарник выложила. Причем, если вы там, не знаю, я не призываю, но если вы качаете пиратские сборки Photoshop от Sortracker, вы не доверяете этим ребятам, которых туда выложили. Скорее всего, пиратский Photoshop целиком наполнен вирусней. Так почему вы доверяете пакетам, которые вы скачали откуда-то из интернета, которые собраны непонятно кем? Это первый вопрос. Теперь посмотрим, что у нас с Java. Java — это огромный open-source проект, напоминаю. И когда переключится слайд, мы увидим вот такую картину. Это количество ишуев, которые заведены на проект OpenJDK за 22-й год. Почему по 22-й, а не по 23-й? Я не помню. По-моему, у меня просто висло построение этого графика. Так вот, видите, красным — это те ишуи, которые заведены, зеленые — это те, которые починены. И этот график расходится, он будет продолжать дальше расходиться. Те проблемы, которые созданы, их сильно больше, чем те, которые починены. И значит ли это, что Java какая-то страшная, поломанная, с нее надо бежать? Очевидно, нет. То есть Java — это одна из самых безопасных технологий вообще в мире. И такой график выглядит одинаково у ядра Linux, у Chrome и у всех остальных проектов, у которых есть ресурсы развиваться. Просто если твой проект использует много людей, они создают много тикетов, и их нужно очень быстро решать. Никто их не успевает решать вовремя. Но за этим нужно постоянно следить и беспокоиться за этого. Дальше. У нас есть совершенно своя собственная проблема в России, значит, отмена нас в интернете. Вот. Это непрерывный такой сериал, когда люди пытаются что-нибудь сделать. Что они делают? Они перетирают вокальные файлы на компьютерах разработчиков, они выпиливают русские локализации, поддержку рубля и вот это все. В общем, все, до чего можно сравнительно просто дотянуться. Вот. И вот пример, например, бага, который называется PissNotWare, что-то такое. Это пакет Node.IPC. Он занимается, собственно, IPC, межпроцессной коммуникацией в Node.Jrace. И вот видите, туда появился новый файлик, который называется SSL GeoSpec. Так, что он, собственно, делает? Так. Я на всякий случай, все примеры здесь даны в обучающих целях, ни в коем случае не делайте так и все остальное. Ну, вы знаете. Вот. Он идет, значит, в GeoIP, вытягивает GeoIP текущего пользователя, а потом его расшифровывает и смотрит, что у нас написано в CountryName. И если в CountryName у нас написано Россия или Беларусь, он ее проверяет, эту штуку, и если так, берет текущую директорию, где у тебя выполняется нода, и переписывает все файлы внутри значком сердечка. Причем я это на слайдах не засунул, там было очень смешно, потому что изначально там были вообще плюсики, крестики. Но в какой-то момент создатели этого патча поняли, что, ну, типа, крестики это не очень красиво, и они сделали красивый пау-реквест на GitHub о том, что нужно крестики заменить на сердечки. Которые, конечно, приняли. Вот. А когда ты в ноде запускаешь установку этого пакета, у тебя вылезает вот портянка текста с разными умы, заключениями авторов. Я их заблюрил в фотошопе Гауссовым блюром, чтобы как бы не провоцировать какие-то нездоровые дискуссии. Но вот такие штуки можно в той же ноде довольно много читать, если любишь литературу художественную. Кроме того, в open source есть какие-то свои собственные проблемы, которые повторяются от технологии к технологии, от системы сборки к системе сборки. Например, ты можешь подменять зависимости. Вот. Представьте, что у вас есть Node.js, и внутри компании есть приватные репозитории со своими пакетами. А еще он тянет пакеты снаружи, из внешнего мира. И нода так устроена, что она берет пакет той версии, которая, ну, версия больше, вне зависимости от того, где этот пакет лежит. Ну, по крайней мере, она так делает по дефолту, если ее не настроить. И что мы делаем? Мы вначале, ну, то есть не мы, это опять, это пример, так не надо делать ни в коем случае, но вы знаете все остальное. Атакующий заходит, значит, на реестр пакетов в ноде, смотрит, что такого пакета не существует, но знает, что внутри компании такой пакет есть с таким названием. Так? Вот, на всякий случай проверяет, что действительно такого пакета нет глобально. Дальше. Создает пакет с таким названием. Я просто привожу сразу скриншотами, чтобы как-то не казалось, что это голословная штука. Создает пакет с таким названием. И после этого из этого пакета, из кода этого пакета, он может иметь доступ до каких-нибудь урлов, которые доступны только внутри вокалки. Вот там видите, 169, 1054. Это, судя по урлу, это Amazon. Значит, мы получаем инфу о инстансе в Амазоне, потом парсим его как-нибудь, вытягиваем все доступные нам какие-нибудь приватные данные, пакуем в пост запрос, ну и отправляем куда-нибудь. Чтобы этот скрипт выполнился сразу в момент инсталляции в ноде, мы его прописываем в pre-install, и в момент установки он, собственно, автоматически запускается мгновенно. У тебя нет никакой возможности повлиять, чтобы он там не запустился. Со стороны это выглядит совершенно невинно. Это обычный нодовский пакет с файлом index.js, который есть у большинства пакетов в JavaScript. Ну и вот, и после этого мы успешно его заливаем на ноду. npm publish. Там в пакете написано, что это proform concept, то есть, ну, типа, все понимают, что это не настоящая угроза. И посмотрите на версию 9.9.9. Эта версия, скорее всего, выше, чем версия пакета в вашем собственном репозитории, которая, скорее всего, 1.0.0 latest или что-нибудь такое. И поэтому становится она. Смотрим, что оно загрузилось на npm. Ну и дальше, собственно, в Burpee ты можешь посмотреть, как счастливые пользователи устанавливают эти пакеты и все их данные сваливаются тебе в консоль. Спасибо. Да, просто когда ты говоришь про угрозу со стороны open source, разработчики начинают обижаться, потому что, ну, как бы, покусился на святое, рассказал что-то плохое о наших людях, которые бесплатно нам дарят радость и возможность с ним писать код самостоятельно. Ну, вот такую штуку может провести не ваш любимый Ленус Торольц, а вообще любой Петя из интернета или Вася. Кроме того, код у нас портят не только люди, которые профессионально этим занимаются, а просто, ну, люди, казавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Вот, например, был Марк Сквайрс. Это человек, который написал пакет под названием Colors. Если вы в ноде устанавливаете какие-то пакеты, то, например, ваш фронт на реакте раскатываете, то все цветные буковки, которые рисуются в консоли, рисуются цветом благодаря его коду. Это пакет Colors. Но в какой-то момент у него случилась проблема, его квартира сгорела. Когда он попробовал выяснить, что случилось, местная американская полиция решила, что вполне возможно это сам он спалил свою квартиру. И после этого его затаскали по судам, он потратил очень много времени, его уволили с работы, и он оказался и без работы, и без квартиры, вообще без всего. Ну, он все это время помнил, что его кодом пользуется весь мир, и поэтому он пошел в разные компании и стал просить немножко денег себе на жизнь. И угадайте что? Никто ему ничего не дал вообще. По-моему, он насобирал что-то типа 100 баксов или что-то такое. Вот. Потом он психанул, пошел на GitHub, и в вывод консоли написал, пожалуйста, ребята, дайте денег. Никто ему опять ничего не дал. Тогда он совсем психанул, удалил один из репозиториев, а во второй взбыхал бесконечный цикл в самое начало. А GitHub его автоматически забанил через два дня после этого. Потому что это специально намеренное плохое поведение. Вот. Чтобы увидеть, как это выглядело, это выглядело вот так вот. Он вначале сделал просто безобидную надпись Liberty, Liberty, Liberty с цветами американского флага, который печатается при установке пакета. Вот. И, с одной стороны, кажется, что на такую штуку могут повестись только какие-то новички, джуны, школьники. Типа, ну, надо же проверять и не писать в эти версии в свои описания проектов. Правда? Правда? Правда. Такие школьники оказались, например, в AWS CDK. Вот. Отчего амазоновский SDK сломался? Потому что ребята как бы не боятся прописывать самые свежие версии пакета в зависимости. Причем Марак, он даже не прятался. Он просто сделал открытый коммит на GitHub, где он писал это Liberty, Liberty. Но никто же не читает коммитов на GitHub, правда? Просто скачиваете в latest версию и пихаете ее в прод. Вот. Такие дела. Амазон тоже так делает. Вы совершенно не стыдитесь, если вы так делаете. Вот. Тут вопрос, почему я рассказываю про Node.js, а не про Java, хотя мы делаем Java. Просто потому, что на примере JavaScript примеры получаются особо адскими. Вот. В Java тоже есть какие-то примеры, но они не такие красивые, как американский флаг с залга во весь экран. В Java, например, есть известная разъясненность Walk4Shell, которую долго там правили. И сотрудники нашей компании, например, написали LivePatch, который позволяет Walk4Shell исправлять без перезапуска JVM, без перезапуска сервисов. Это важно для больших продакшенов. Патч лезет в процесс JVM, правит там байт-код и все такое. Может быть, Саша Жидронтов расскажет. Как эта уязвимость работает? У нас есть логер под названием Walk4J. И так исторически сложилось, что он умеет заниматься интерполяцией строка на основании этой интерполяции что-то делает. В самом языке Java специально, чтобы люди не делали уязвимости через интерполяцию строк, ее не сделали, и она появилась только в 21-й Java буквально месяц назад. А 20 лет ее не было. Но, как видим, людям совершенно не мешает сделать интерполяцию строк ее отсутствие в языке программирования. Что может сделать атакующий, чтобы проэксплуатировать эту уязвимость? Он, значит, отправляет на уязвимый веб-сервер запрос, у которого в кастомном хеддере прописана строка, в которой зашифрован сервер, который находится под контролем злого мышленника. После этого этот хеддер, он начинает логироваться в логе сервера, парсится, и в момент парсинга log4j понимает, что он должен сделать сетевой вызов, чтобы осуществить этот логинг. Он идет на зараженный удап-сервер, и удап-сервер в ответе возвращает класс-файл, написанный на джаве. После этого джава диссерилизует этот ответ, а в ответе у нас находится произвольный код. Поняли? Таким простым способом ты можешь в произвольное место в интернете положить произвольный код, и джавовый сервер начнет выполнять его просто, если ты указал ему правильный урок. Конечно же, эту ошибку быстро починили, она лечится примерно так, как написано на красных надписях на слайде. Самый простой способ это обновить версию log4j, а другие способы это отключить log4j, на веб-фильтре вырезать хидер и так далее. То есть в джаве тоже есть свою уязвимость, хотя не такие адские с залгой весь экран. Есть, например, еще другая уязвимость Psychic Signatures, которая была прошлой весной, она позволяет манипулировать SSL-сертификатами и сказать, что произвольный сервер в интернете является доверенным, и, соответственно, ее можно совмещать вместе, например, с Okfushel, если он не заватан. Кроме того, Java она не выполняется в вакууме, например, если вы запускаете ее на Linux, то все проблемы Linux тоже к ней относятся. Например, недавно была уязвимость UniTunables, это уязвимость JL-PC, которая позволяет проэксплуатировать переполнение бушера при обработке переменной окружения JL-PC Tunables. И, соответственно, когда это происходит, тебе нужно обновлять не столько Java, сколько всю экосистему вокруг нее. Если вообще зайти на список всех багов на CVE датабейсе, окажется, что в Java багов за всю историю существования достаточно много, там, 2500. И, конечно, здесь они все уже залатанные, но есть предположение, что если здесь их несколько тысяч, то вполне возможно могут быть еще. Об этом надо задумываться и что-то с этим делать. Вообще все это выглядит довольно страшненько. И обычный разработчик не может это просто так сам починить в одиночку, кажется. Но по факту Java одна из самых защищенных безопасных технологий для разработки. Как это происходит? Это происходит благодаря стандартизации, тестированию и выстроенным процессом безопасной разработки. У Java есть, во-первых, стандарт на языковиртуальную машину. Если ты хоть в одном слове не совпадаешь с этими стандартами, то ты уже больше не считаешься Java, и ты не можешь работать. Поэтому все реализации JVM, включая Xeon JDK, они полностью соответствуют стандарту. Во-вторых, вся процедура разработки в Java супер зарегламентирована. Есть документы, которые называются JEP и JSR. Они очень формальные, и в них прописывается каждая-каждая фича, которая вообще есть в языке. И на каждую фичу пишется пачка регрессионных тестов. у тебя обязательно есть документ и набор тестов, которые она должна проходить. Если собрать все эти тесты вместе, то они могут проходить больше, чем сутки. Это очень большой набор тестов. И, соответственно, для каждой фичи обязан быть тесты наоборот. То есть, если существует фича, для которой нельзя придумать автотест, то это ошибка спецификации, и спецификацию перепишут. Это довольно удобно. Это удобно почему? Потому что Java нужно запускать на больше чем одной платформе. Кроме Intel AMD у нас есть всякие российские процессоры. Кроме Windows и Mac у нас есть еще все российские операционные системы. Вместе это дает огромную матрицу конфигураций, в которых нужно все тестировать отношения все ко всем. Отсюда по этому тесту идут больше суток. в Java кроме самого ядра Java есть еще и штуки типа веб-фреймворков, аппликашн-серверов, но к счастью в Java экосистеме принято на все писать стандарты. Например, Java Enterprise Edition, который по большей части для неджавистов можно сказать, что это огромный веб-фреймворк, она представляет собой несколько десятков спецификаций, и каждая из этих спецификаций это тоже огромный талмуд. Здесь сотни страниц, то есть если ты какой-то суперархитектор, который хочет писать суперэффективное правильное решение, ты можешь прочитать это все. Ну, по крайней мере, если ты бессмертный. Я пытался, но остановился где-то на 14-м стандарте. И даже процесс выпуска релизов Java, он строго зарегламентирован. То есть у нас Java выходит каждый релиз, он состоит из пяти фаз. У тебя, собственно, есть две фазы замедления, когда у тебя вначале предлагаются фичи, потом разработка еще раз замедляется, у тебя фиксируются фичи, и потом происходит первый релиз кандидата и второй релиз кандидата. Да, и возникает вопрос, каким образом Java так быстро выпускается, и результаты работы получаются настолько хорошими. Дело в том, что при разработке Java используются самые современные и надежные способы безопасной разработки. Ну, в общем, хвалить себя плохо, наверное. В общем, там присутствует безопасная разработка. И наши инженеры когда-то много лет назад работали в Oracle, и это были ребята, которые изначально придумывали эти процессы безопасной разработки. В какой-то момент там была проблема, что количество проблем в OpenJDK было настолько много, ну, глядите, самый высокий ползунок, столбик, что с ними было очень сложно справляться. После того, как эти процессы были придуманы, введены, количество проблем в OpenJDK, оно упало в разы. Ну, собственно, оно упало в разы благодаря тем самым процессам безопасной разработки. а вот как они устроены и что там вообще происходит, это лучше спросить у какого-нибудь настоящего безопасника, например, у Саши Дроздова. Вы подождите, не уходите. Да. Да, я вопрос хочу все-таки задать, сегодня утихлю. Да, давай. Во-первых, я пошучу про конфеты, знаете, вот так звучит примерно. В некоторых конфетах попадается стрихнин, в некоторых битостекло, в некоторых трактил, но, в общем, это очень безопасные конфеты, потому что они сделаны по надежным спецификациям. Да, конечно. А во-вторых, вопрос, а все-таки JavaScript и Java это разные языки? Гляди, если ты будешь использовать runtime Graal.vm, то ты можешь запускать JavaScript на runtime Java. Вот зануда ты, извините. Ты можешь с помощью Beagle смешать JavaScript в Java до состояния неразвлечения, так что каждая четная функция будет на JavaScript. Это на самом деле интересно. Дамы и господа, я хочу обратить ваше внимание на должность Олега, директора по коммуникациям с разработчиками. А еще говорят, что разработчики некоммуникабельные. Если бы разработчики были некоммуникабельные, зачем им понадобился социальный директор, чтобы с ними коммуницировать? Так что вот иллюстрация того, что разработчики очень даже коммуникабельные. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...